Выход из печати второго издания Красной книги Пермского края это, конечно, праздник, но с оттенком тревоги. Красные книги регионов переиздаются раз в 10 лет. Как за это время изменилось состояние природной среды региона? Ученые говорят, улучшилось. Если в Красную книгу 2008 входил 171 редкий вид флоры и фауны, то в нынешнюю 144. Мы смогли сократить количество видов, которые требуют обязательной охраны. Мы исключили из Красной книги 42 вида. И при этом включили обратно всего 15. И я считаю, что это очень хорошо. Рыбы, птицы, звери, а также растения и грибы. Выводят из Красной книги те из них, численность которых удалось стабилизировать. Находящихся под угрозой исчезновения вносят, чтобы восстановить. Так, например, тревожным, но обнадеживающим событием специалисты считают появление в ней дикого северного оленя. Краснокнижным он стал впервые. В предыдущие годы мы считали, что 250 голов примерно, по нашим учетам примерно, обитает на нашей территории. Но по учетам прошлого года, этих учетов, даже в эту зиму, все-таки численность всего меньше. Порядка 100 голов, может быть, немножко чуть-чуть больше. И поэтому совершенно своевременно олень появился в Красной книге. Для природы это настоящая книжечка-выручалочка. Один из основных способов сохранения редких и исчезающих видов. Есть в ней и свои старожилы. Например, обыкновенный таймень, самая крупная сова филин, некоторые орхидеи и папоротники. Так что, несмотря на снижение антропогенной нагрузки, расслабляться никто не собирается. Это очень долгий процесс. То есть он начался еще с перестройки, когда у нас производство уменьшилось в десятки раз. Но я хотел бы подчеркнуть, что мы, ученые, очень осторожно относимся к вопросу восстановления видов. Потому что изменение численности может быть кратковременным. Полторы тысячи экземпляров, 232 страницы ответов на важнейшие вопросы. Почему сокращается численность тех или иных видов? Какие факторы опасны для живой природы? Что нужно делать, чтобы восстановить популяции? Книга — итог большой совместной работы Университета, Регионального министерства природных ресурсов и полиграфистов. Очерки, рисунки, карты, схемы, фотографии. Очень красивые фотографии. Большое количество фотографий в этом издании. Причем как профессиональных фотографов, так и фотографов-любителей. Причем не просто любителей, а ученых. У нас получилась верная передача цветов, потому что по сравнению с прошлым изданием, ну, например, «Лазоревка». Она не совсем лазоревая, а вот в этот раз она, конечно, лазоревая. На конференции, помимо красной книги региона, презентовали и вот такую красочную красную книгу Пермского края «Глазами детей». Своего рода учебник по любви к родной природе. На ее страницах представлено порядка 100 работ победителей конкурса детского рисунка. Основную часть тиража обоих изданий передадут в библиотеки Перми, Края и других регионов, а также в организации, которые занимаются охраной окружающей среды. Юлия Алеева, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей.